Дорогие друзья, у меня максимально крутое настроение, потому что наконец-то мы приехали в то место, где давно не снимали, это Гуревск, посмотрите, как тут все поменялось, конечно, молодцы. А теперь, если серьезно, мы приехали в Москву, и у нас сегодня как минимум две задачи. Задача минимум, чтобы выпуск получился смешной, задача максимум, это найти хотя бы одного москвича в центре Москвы, это, мне кажется, очень невозможно, поэтому здесь мы снимать не будем, отойдем чуть туда, на 10 метров. Все, поехали. Дамы, добрый день, а можно немножко вас отвлечь, если вы не против? У вас хорошее настроение в целом? Да. У нас просто региональное телевидение, Полецкий Вестник называется, вот, нас отправили, типа, узнать, как в Москве там люди живут. Как вы живете вдали от России? Пошу, желаю. Все нормально, да? Да, все нормально? И где вы были не в Москве? Мы не в Саратова. Ты из Саратова? Что произошло, почему ты здесь? Ну, просто Москва, это столица. Захотелось, как бы, рост какой-то, да, Дима? А как вы думаете, какой карьерный рост у карликов? Хороший. Не думали. Не думали об этом? Хороший. Об этом, да. А я просто так покатался сегодня по Москве, вот, как вы думаете, есть ли вообще смысл знакомиться с девушкой, если она живет на станции Динамо? Есть. Да, есть? Да. Что за стереотип? Да, вот. Полецкий Вестник, региональное телевидение. Все, спасибо большое. Меня просто боковым зрением напрягает, что нас уже ждут. Вы москвичка? Да. Серьезно, на Красной площади мы нашли москвичку? Прямо здесь. Задача максимума, это найти хотя бы одного москвича в центре Москвы. Были когда-нибудь вообще в России где-нибудь? Да, в Калининграде. Какое-то место, чтобы мы поняли, что ты была в Калининграде? Солнечногорск, Зеленогорск. Нет. Там еще есть... Солнечногорск, Зеленогорск, это да, это наша тема. Где лучше, в Калининграде или в Москве? Германии. Чтобы тебя захитили, мы выпускаем это выложим 9 мая. Спасибо. Ты скажешь, что Германия лучше. Вы очень меня любите. Зачем ты занимаешься? Я танцую. Москва, тут, как мне говорят, нельзя стоять на месте, надо двигаться. Поэтому будем все время просто двигаться. Сделаем небольшой блиц на знание регионов. Нет. Или я танцую, танцую. А, надо танцевать, да, где сумка. Ты прошла тест на знание регионов. Как думаешь, в Москве живут умные люди? Нет. Давай проверим. Нет. Смотри, а почему площадь красная? Ты же москвичка, ты должна знать. Почему площадь красная? Потому что люди, когда счастливые, они улыбаются, у них на счетчиках красный цвет появляется. Поэтому, когда ты смотришь на красную площадь, ты улыбаешься. Какая-то патология? Это часть жизни. Они раньше плакали, она была белая. А теперь они счастливые, она красная. А по пятницам она синяя? Я здесь нечаса по пятницам не могу сказать. Почему есть спортивные костюмы для толстых? Потому что есть и худые. Не докопаешься? Как потерять детство на второй раз? Сделать большой перерыв. Серьезно? Нормально. Вдруг затянется. Вопрос, который реально всех интересует. Меня в том числе. Мы ради этого, наверное, приехали в Москву. Ты в моменте? Конечно. Все, обнимемся. И двигаемся. Уходим в разные стороны. Мы не местные. Ну, вы же, мы вот, допустим, первый день просто. Вы, может быть, уже здесь больше находитеся. Четвертый, да. Да. Просто хотим поговорить по Москве вообще. Как вам здесь живется? Удали от России. Ну, да, тут, конечно, своеобразный. А этот человек из Германии, он не говорит по-русски. Вы можете перевести вопрос какой-нибудь? Ну, мы хотим просто поговорить по столицу. Хорошо. Да. Как он относится к Берлину? К Берлину? Они хотят знать вашу мнение о Берлину как капитале Германии. Я думаю, кажется, это будет правильный место для Германии, как, просто based on its history, я думаю. А вы можете его спросить, есть ли смысл знакомиться с девушкой, если она живет на станции Динамо? Нет. Нет. На самом деле, мы немножко торопимся. А вы просто поняли, какие вопросы, и поэтому начали торопиться. Да. Все, спасибо большое. Гудбай. Блин, нас узнают в Москве. Охренеть. Окей, Гуревск, привет. Да, мы уже переименовались. Надо же типа русифицироваться, надо сказать. Ладно, Гуревск. Ладно, Гуревск, привет. Хорошо, Гуревск. Я очень рад вас видеть, очень рад. Не могу ответить взаимностью. Я покажу даже, насколько я рад. Блин, я думал, там будет моя фотография. Киросик, смотри, прикольно. А мы на монтаже все равно сделаем, ты откроешься, там моя фотография будет. Причем так тупо, так значит. Это я. В Москве, вдали от России, как вы живете тут, бедные? Давай помашем девчонку так. Помашем так. А ты их знаешь? Нет. Ну давай, сердечки. А мы потом пообщаемся с вами. Сколько лошадиных сил у москвича? Сколько лошадиных сил? Ну, я думаю, полторы. Почему Красная площадь красная? Хороший вопрос. Спасибо, я готовился. Мне кажется, потому что там пролилось много томатного сока в свое время. Фестиваль был. Фестиваль томата. H2O это формула? Спирта. Бухал, что ли? Вчера. Чисто на флешбеках. С вчерашнего дня. Есть педаль газа, есть педаль под тормоза. Какая еще есть педаль? Ускорение. Ну, как бы, газ, а еще нажал и... Она как бы... Ну, так вот. Ну, не как ты сейчас. Ты сейчас вообще замедляешься. Амстердам. Это столица Нидерландов или Голландии? Мне кажется, это столица Голландии. Нидерландов не знаю. Последний вопрос. Самый важный в этом выпуске, ради чего мы, собственно, все это снимаем. Ты в моменте? И я в моменте. Песни как-то там поется, не заметил. Все время хочется спросить, как это? Вы знаете, как это быть в моменте? Не знаю, мне тоже интересно. Всем задаю. Ну, что отвечают? Они говорят, да, мы в моменте. Шикарные люди. Вы в моменте? В моменте? Нет. Вот он не в моменте. Давайте мы проверим, провинцию вы или нет. Ирина, это парикмахерская или ателье? Парикмахерская, конечно. Неправильно. Это и ателье, и шиномонтажки, все что угодно. Там все так называется. Откуда прилетелось? Из Омска. Давайте обратимся ко всем людям, которые живут в Омске. Ребята, держитесь. Все будет хорошо. Мы вернемся, мы вас вытащим. Все будет хорошо. Мы вас вытащим. Нет, у них просто сегодня минус один и снег. Там зрение у себя такое плохое? А? Зрение у себя такое плохое? Ну да, не очень. Есть ли смысл знакомиться с девушкой, если она живет на станции Динамо? Мы живем возле станции Динамо. Есть. Подписывайтесь на канал Полецкий Вестник. А, подписывайтесь на канал Полецкий Вестник. Мне кажется, в вашем случае подписывайтесь, это значит прям подписку на почте оформить, чтобы газета приходила. Я про это и говорю. Какие-то еще подписки есть? Просто я говорю, когда колокольчик, у нас колокольчик такой. Все, что мы говорим, это все просто в текст переведется. Нам дальше фотографироваться. Такая черно-белая фотография будет. Мне надо так вот, типа, знаешь, вот так вот. Из Москвы? Сами? Нет, мы сами не местные. Судя по тому, что фотографируешься на Никольской, вряд ли, да? Да. Давайте поговорим про столицу. Как относитесь к Лондону? Вау, Англия. Просто живем без всяких звезд. Время прошло? Да, да, да. Мне звонят из редакции, говорят, не смешно получается. Мне подсказываются просто в наушник. H2O, это формула? Воды. Вау, кислород. Есть педаль газа в машине? Есть педаль тормоза? Какая еще есть педаль? Сцепление? Подожди, тогда там, наверное, просто... Блин, я не знаю. Как вы относитесь к тому, что здесь общество по защите женщин с маленькой грудью, они обижаются, что вот карта метро-тройка называется? Карта метро-тройка вообще. Поговорим о столице немножко. Ну, давайте, да. Как вы относитесь к Парижу? К Парижу. К Парижу. Еще раз у вас, когда Париж. А вы, кстати, не знаете, почему Площадь Красная называют? Просто у вас красная куртка, может, как-то, типа, в теме. Наверное, как-то связано с Лениным, там, со всем этим. Там же тоже везде красная. Комсомол там. Ставили какие-то цели, задачи какие-то? Ну, хочу знаменитым быть. На сцене Ольга Бузова. Ну, кстати, снимался с ней уже, да. Бородина против Бузовой. Ну, а там в роли героя был. Тебя обсуждали? Ну, да, да. Ну, короче, развал я лучше скажу, это скажет обо всем. 30-летний девственник. 30-летний девственник. Девушка была у вас? Ну, была, но у нас, как бы, больше дружба была, чем отношения. Вы обожаете Ольгу Бузову, мечтаете о ней. Я действительно обожаю. Спасибо вам большое. Мне очень приятно. Очень приятно. 30-летний девственник? Да. Нет, точнее, нет, мне уже 32 года. Нет, так нет, на тот. Там еще приклеили то, что меня на Красной площади задерживали. Ну, короче, там все срослось. Типа то, что по физике у тебя тройка была, тоже потянули туда все. Ты как-то планируешь в этом плане работать, чтобы не быть 32-летним? Если раньше, если, как бы, было бы желание, можно было бы найти, то сейчас, мне кажется, это настолько, как бы, люди все сами по себе, а у женщины такая корона на голове. Как думаешь, вообще, в целом, в Москве вот умные люди живут? Ты считаешь, что умным человеком? Как говорится, умный человек себя умным не назовет. Как бы девственник себя девственником не назовет? Ну, смотря, как бы, в чем. H2O, это формула? Не знаю, водород, наверное, какой-нибудь. Ну, что-то, да, с химией, да, с химией связано. В машине есть педаль газа, есть педаль тормоза. Какая еще есть педаль? Это, кстати, я действительно не знаю. Не знаю, знаю. Амстердам, это столица чего? Ну, это Голландия или Нидерланды? Амстердам? Ну, это столица... Ну, два варианта, это столица Голландии или Нидерландов? Ну, пускай Нидерланды будут. Голландии не знаешь столицу? Не, не знаю. Я понял. Ты в моменте? Ну, последнее время, я думаю, что, скорее, да. Меньше уже, как бы, о прошлом и о будущем. Ну, то есть, скорее, да. В моменте, да. Ты же классно объявляешь прямо. Что ты говоришь? Ты можешь сказать, что ты говоришь? Кафе Сорога. Комплексные обеды Хачапури. Хинкали. Пельмени ручной. Лепки. Используем твой навык классно говорить. В своих целях. Подписывайтесь на канал. Лайк. Канал Руздат. Ставьте... Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Да. И пишите комментарии. Пишите комментарии обязательно. Только пообещай, что мы приедем через год, и ты же не будешь девственником. Ну, обещать не могу, но постараюсь. Ну, хотя бы 32-летним девственником не будешь. Да, 30. Хорошо. Мы из Калининграда, короче, приехали. Из Калининграда. Знаете, где находится Калининград? Естественно. Вы там были? Нет. А где это находится? Просто интересно. Через Польшу надо ехать. В Германии, правильно. В Европе. Вы из Москвы или тоже откуда-то сюда? Кто из Москвы здесь? Не знаю. Да никто. Когда вы переехали сюда? Давно-давно, в общем-то. 14 лет переехали? Ну, да. То есть всего два года здесь. Это комплимент. Да, а ты давно здесь? Да. Видно, по-моему, уставшему лицу. Нет, недавно. Я не настолько мразь. Вопрос, который интересует всех, это тоже, в принципе, основа нашей выпуска. Вы в моменте? В ресурсе, да? В который я пролетел и не заметил. Нет, это не караоке. Кто-то в вас моменте, кто-то в караоке. Вот педагог по вокалу. Зачем она это сделала? Мы же по-любому будем просить, сейчас тебя петь. Это, пожалуйста, вокалистка. Серьезно? Давайте что-нибудь споем. Это заставочку музыкальную для нашего проекта. А, как называется ваш? Рус Дат. Рус Дат. У-ху-е. Ну, я просто на радио записывала джинглы. Там такое, что чувак орал пельмени. Заходим в кафе. Будет вас как-то свисти, как-то познакомиться. Но он сказал, что он 30-летний детственник. Я тоже детственница 30-летней. Я понял, что вы тут сидите. Просто сейчас по QR-кодам пускают. Да, вы просто не делали... Нет. У меня есть QR-код, кстати, говорю. Да, серьезно? Я переболевшая. Преклонно. Твои вирусы, мои вирусы. Нормально. Проведем небольшой тест. Проверим, реально ли вы из провинции. Есть ли безналичный расчет в поселках? Как вы думаете? Нет. Есть. Есть. Журнал долгов, куда вот записывать. Людка, типа, потом отдам. Это же безналичный расчет. Партер. А как мы относимся тоже сейчас такая новость? Вот карта тройка метро. Ущемляются права женщин с маленькой грудью. Хотят переименовать. У меня тройка. У тебя тройка? Почти. То есть для тебя делали карту? Конечно. Вы не состоите, в общем, в обществе по защите женщин с маленькой грудью? Мы вообще не состояли. Закончили предложение. H2O, это формула? Воды. Это неправильно. Водки. Водки, да. Водка. Менделеев, он же как раз придумал водку, уже как раз формула. И таблицу Менделеева, все нормально. А кто был последним президентом на Древней Руси? Древней Руси? Ленин. Амстердам, это столица Голландии или Нидерландов? Нидерландов. Голландии. Какой карьерный рост у карлика? Метр восемьдесят. Нормально, что-то, блядь. Как потерять детственность второй раз? Не лишаться детственности в первый раз. Я сейчас сломала мозг. С Божьей помощью. Можно я задам вопрос? Серьезно. Потому что я, если честно, все серии посмотрел. Я как бы знаю, кто ты такой. Игорь Престолов? Игорь Престолов не смотрел, но, окей, Горик смотрел. Я вот видел самый горячий выпуск, когда ты ходил на пляже. Это был такой чуть 18+, такой ролик. Ты хорош в постели? Ну, это вопрос от подписчиц. Вот мне просто попросили задать. Ты веришь в Бога? Я верю в Бога. Так вот уже он перетонул. Логика ТВ. Так. Фанаты твои. Да не, он случайно сказал, да? Или он смотрел на что? Я видел. Логика ТВ, там, тупой ТВ. Серьезно видел? Там же ТВ, да. Да, он реально смотрел. Таким, он реально смотрел наше видео. Что он делает? Представит просто. Ему просто... Он убивает людей. Вы просто с оружием, средь бела дня, в центре Москвы. Это Москва, детка. Поспрашивайте. Я повелитель времени. Пожалуйста. Куда вам? Прошли в будущее. Время остальное весть. Прошлое. Вас уже не было. Пойдемте. Меня спасли. Я финансист-экономист. Серьезно? Банкир, окей. Ну, просто, блин, министр финансов. Сколько нужно примерно зарабатывать, чтобы нормально чувствовать себя в Москве? Ну, 150. 150 – это нормально в целом? Да, это среднее. Сколько должен зарабатывать твой мужчина? А может, я лесбиянка? Как думаешь, в целом можно спасти это интервью? Думаю, да. Вот уже есть желающие. Сейчас ты выходишь с кадра, и ты сразу заходишь. Вот. А сколько должен зарабатывать твой мужчина? Мой мужчина? Да. Миллион рублей в месяц. Миллион. Ты должен сказать, а если я лесбиянка? Мне нравится этот город. Не чувствую себя как-то оторванным вообще? Я себя чувствую, наоборот, нужным тут. Кому ты оказался нужен вот в последний раз? Я нужен только себе. Знаешь, где Калининград? Это находится Калининград, где-то где Литва. Или Латвия, что-то. Молодец. Правильно? Нет. Давай сделаем небольшой тест на провинциальность. Ирина – это отелье или парикмахерская? Это моя тетя. Спасибо большое. Вот я верю в себя и в свою семью, и через год-два я буду замериться на телеканалах. Меня увидят, что я добился своего, я снялся в кино, я добился того, чего я хотел с детства. Я всех обожаю, люблю Москву, люблю себя. Мы приехали из Калининграда. Знаете, где Калининград находится, во-первых? Это рядом с Европой. Это самая европейская часть нашего великого государства. Я просто возле Красной площади вдруг кто-нибудь смотрит за нами. А вы верите вообще вот в него? В кого? В Бога? Ну да. В Бога верит. Конечно, про него говорим. Мы просто сразу все острые темы проговорим, чтобы сразу закрыться во все темы. Как относитесь к нерусским? Отлично. Слушай, если не смотреть вот так, кажется, что как будто Зеленский говорит иногда. Раскакивает что-то. А, мои темы. Да, да. Типа вот какой-то тембр. Я тоже стать КВНщик. Да? Да. Достойно. Давайте поговорим про столицу, если вы не против. Да, давайте. Да, Париж. Что про него знаете вообще? Париж классный. А я еще знаю Париж, который Париж есть. Еще в Челябинской области Париж есть. Серьезно? Да, Париж такой. Так про него говорят, один раз увидите, увидите. Да. С чем вы занимаетесь, если это не секрет? Я продюсер кино, он режиссер монтажа. У меня сейчас документальный фильм идет про стереотипы на национальной почве и стереотипы внутри семьи. Как свободному человеку оставаться свободным человеком. Поговорим про стереотипы? Поговорим. Во дворе футбол играют на что? На шелбан? Нет. На пинок? Распинывают очко. Это кликбейт. Это кликбейт в самом начале. H2O это формула? Спирт. Кто был последним президентом Древней Руси? Владимир Путин. Блин, я правильно ответил? А, там... Рюриковичи какие-то. Да. В машине есть педаль газа, есть педаль тормоза, какая третья педаль. Сношение, что это такое? Сношение? Амстердам. Это столица Голландии или Нидерландов? Нидерландов, конечно. Кстати, Голландия, не помните? А я Голландия отвечу. Какой карьерный рост у Карлика? Подожди, у меня есть ответ. А песня в моменте, три месяца во всех чартах на первых местах. Как потерять детственность второй раз? Удачно поскользнуться. Или сесть на велик. Сколько лошадиных сил в москвиче? В москвиче? А, ну это типа машина москвич. Я тебя зацелила. Хорошо. Приезжайте в Москву. Она резиновая? Она резиновая. Москва не всех принимает, но приезжайте. Дело в том, что мы снимали несколько дней. И в связи с этим много материала. И мы сейчас прям резко прерываем этот выпуск. Вы ставите лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И совсем скоро вторая часть этого мощнейшего выпуска из столицы России. И москвы. И москвы.